МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Добрый вечер. В эфире Главное. Сегодня мое приглашение принял почетный председатель демократической партии Павел Филипп. Добрый вечер, господин Филипп. Пока не почетный. Ой! Извините, пожалуйста. Председатель демократической партии. Это я вас, Дмитрий Георгиевич, недавно говорила и автоматом выдала, что я опять почетный. Извините. Председатель демократической партии Павел Филипп. Рады вас видеть. Надеюсь, буду почетным. А, уже хотите кому-то партию передать? Начнем с конца, называется. Жара действует и на меня тоже. Но давайте вернемся тогда сразу в парламент, где у нас тоже жарко. Правда, политически жарко. Вчера, сегодня не набрался кворум, не состоялось заседание парламента, не смог премьер-министр зачитать проект решения правительства согласно с теми корректировками бюджета, который взял на себя ответственность правительства. Соответственно, насколько я понимаю, до понедельника они теряют силу, потому что нет, то, что не состоялось всегда, нет. Нет, ну, никак не могут терять силу, потому что пока премьер-министр не представил это перед парламентом. А у него нет ограничений? Срок начинает истекать после того, как представляется перед парламентом. Есть 72 часа, по-моему, на то, чтобы выдвинуть вот он, а не доверие правительству. То есть сейчас это все на уровне проекта зависло? Оно не входит в силу и не может... Ну, совершенно верно. Довольно такая интересная ситуация, потому что давайте ее рассмотрим более шире. Ну, во-первых, я сожалею. Я очень сильно сожалею в этой ситуации, потому что, с одной стороны, очень многие, не многие, а все депутаты в парламенте, все политические силы всегда ратовали за то, что вот нужно повысить заработную плату врачам, что нужно что-то дать пенсионерам, что нужно как-то помочь сельскохозяйственникам. И вот когда правительство утвердило этот закон изменения в бюджете, они нашли повод для того, чтобы не приходить на заседание парламента, не было кворума, и таким образом, то есть закон просто не может проходить. Потому что, если поэтапно рассмотреть, что сейчас происходит, на мой взгляд, нечто очень интересное. С одной стороны, Конституция Республики Молдова дает такое право и дает такой инструмент правительству. С другой стороны, тот же Конституционный суд лишил правительства этого инструмента. Вот такая интересная ситуация у нас получается. Конституционный диск надо исключительным случаем. А может быть, это исключительный случай. Но может быть, какой хотите исключительный случай, и такая ситуация может быть создана в парламенте. Не должно быть такое двоякое понимание или двоякое исполнение Конституции. Все должно как-то иметь какое-то определенное завершение. Поэтому этот инструмент и представляет право правительству принять закон. И после этого, если парламент не согласен, в течение трех дней выставляет в отум недоверие и либо отправляет правительство в отставку, либо вступает в силу закон, который был утвержден. Поэтому, на мой взгляд, с одной стороны, такая интересная ситуация, с другой стороны, я думаю, что не было правительства у нас в стране, которая бы не использовала бы этот инструмент. И еще одно. В понедельник я принимал участие в заседании Совета Коалиции. И мы говорили об необходимости провести изменения в бюджете. Я помню тогда еще, потому что вы сегодня говорили о почетном председателе партии. Господин Дьяков даже внес предложение и говорит, что пускай правительство идет по такому пути, как правильно по-русски о суммаре. Распомнили. Брать на себя ответственность. Пускай правительство берет на себя ответственность. И непосредственно господин Кику напрочь отказался. Он говорит, нет, я хочу прийти в парламент, представить перед депутатами этот законопроект. Тем более, я вам хочу сказать, что тогда условились, что вот сегодня, в пятницу, только правительство утвердит этот законопроект. В течение одной недели он будет обсуждаться в комиссиях и в парламенте и с последующим утверждением. Но у нас в понедельник случилось то, что во вторник уже случилось то, что случилось. Практически ушел один депутат. Многосерейный, да, найти рядового, спасти рядового пуска. Да, 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 ушел один депутат. И фактически не было парламентского большинства. Ну, я думаю, что правительство поступило правильно. Не будучи уверенно в том, что будет утверждаться этот законопроект в парламенте, они взяли на себя ответственность. Они сами это решили. Это не было решение Совета Коалиции. Они сами решили так поступить? Решили, да, правительство решило. Без того, чтобы обсудить это с ДПМ и ПСРМ. Я это хочу уточнить. Это было решение... Мы не обсудили это на Совете Коалиции, но мы в телефонном режиме говорили об этом во вторник вечера. Теперь о том, что ситуация, которая сейчас в парламенте, давайте к ней вернемся. Я, насколько понимаю, что если правительство не отзовет это решение и не придет с обычным рядовым рассмотрением проекта ретификации бюджета в парламент, то как минимум ПДС, а возможно и все остальные фракции оппозиции, отказываются принимать участие в заседании парламента, чтобы не делать к воруму? Ну, очень интересная постановка вопроса. Если я правильно помню дальше Конституцию, то эта ситуация, если продлится три месяца и парламент не будет активным, не будет принимать ни одного закона, то это прямой путь к досрочным парламентским выборам. Я правильно сейчас понимаю? Ну, это предусматривает Конституцию Республики Молдова. То есть, есть два случая, когда можно распускать парламент. Три месяца, когда не принимают никакого закона и минимум 45 дней и 90 дней для того, чтобы распускать парламент. В соответствии, если правительство не пересмотрит свою позицию, можем ли мы говорить, что через три месяца нас ждут досрочные выборы? Вы собираетесь вообще вот такую ситуацию дальше обсуждать на Совете Коалиции? Вы же понимаете, что если они там упрутся и откажутся приходить, чтобы автоматически заработал или этот закон из поправки, которую приняло правительство Кико, они должны сейчас либо вернуться в парламент и тогда они поддерживают, либо вынести в этом недоверие. Но вот видите, как важно всегда, как ставится вопрос. Мы сегодня обсуждали, кстати говоря, этот вопрос на заседании постоянного бюро парламента. Вот вы сказали сейчас, если правительство упрется, упрется, но правительство уже сделало свой шаг, правительство взяло на себя ответственность. Мой вопрос, правильный вопрос будет, а кто упирается сейчас? На мой взгляд, сейчас упирается парламент, потому что мы говорим, нет, вы знаете, вот вы пересматриваете. Правительство использовало абсолютно конституционный инструмент, который дает ей право использовать этот инструмент. и на мой взгляд, если парламент не создаст кворума, тогда получается, что в принципе парламентарии уперлись в этом и не пройдут эти изменения в бюджете. И я отказываюсь понимать, почему это происходит. Я понимаю, я не знаю, группу Шор и группу Канду, но я категорически отказываюсь понимать ПАС и платформу ДАР. Я помню, что они сказали, что это бюджет предвыборный Игоря Дадона и что у них есть свои предложения, а их лишили возможности внести свои предложения такой постановкой вопросов. Смотрите, я очень часто слышу, к сожалению, в институтах медиа, что вот тот сказал так или другой сказал так. Надо посмотреть, что написано в этом законопроекте. А если его прочитать, то можно сделать определенные выводы. Просто возрос бюджет на миллиард 260, по-моему, миллионов. Куда увеличился, куда направляются эти деньги? Первое, это увеличение заработной платы всем работникам медицинской сферы. Второе, 100 миллионов отправляются, направляются на субвенции для сельскохозяйственников. Третье, 700 лей для 650 или 660 тысяч пенсионеров. Я не помню еще, то есть, где здесь, что плохого? Если взять просто и прочесть этот закон, ничего плохого здесь нету, только хорошего. Но, что обычно происходит в парламенте? все хотят заниматься популизмом в парламенте. Естественно, когда приходят, все говорят, двоить зарплату, утроить пенсии. Но нужно исходить из того, какие деньги есть в бюджете и какая финансовая сила есть у этого правительства. На мой взгляд, учитывая этот кризис с коронавирусом, который у нас есть, удалось исправить поступление в бюджет за июнь месяц. И мы просто должны радоваться, что есть такая возможность провести такие изменения в бюджете. Поэтому я не понимаю, потому что если посмотреть чуть-чуть назад, я говорю, я понимаю группу Шора и группу Канду, то все это запустила Промолдова на брифинге, которые сказали, что они не будут участвовать. И после этого присоединились все остальные, я думаю, просто по июнь А давайте еще на два месяца назад запустим, когда страна только-только, еще даже не выпускали из-за самоизоляции, по чуть-чуть, начинались первые послабления, а президент республики Молдова уже ездил по всей стране с визитами и обещал, что здесь мы вам поднимем зарплату, не переживайте, вы получите субвенции. Два месяца ездил и обещал. И тут приходит господин Кику, ровно внеся те изменения в бюджет, которые два месяца по всей стране ездил и обещал Игорь Дадон. Это так видит оппозиция. Они имеют право так видеть ситуацию, когда в ноябре президентские выборы. И имеют право после этого говорить, что это бюджет предвыборный Игоря Дадона, а не республики Молдова. Им не дали выступить. Оппозиция не то, что имеет право так видеть, а она никогда по-другому не будет видеть эту ситуацию. Я хочу вернуться еще больше назад, когда я возглавлял правительство. И я помню, когда мы запускали программы «Хорошие дороги», «Прима-кассы» и многое-многое другое, которые были очень хорошие программы. И до сих пор, слава Богу, что мы их продолжаем, точно так же говорили, что правительство запустило все эти программы для предвыборной кампании. То есть я думаю, что это не только в нашей стране, везде, и это обязанность оппозиции видеть так вещи и говорить об этом. А что плохого в том, что, например, запустили уже проект «Прима-кассы-6» для силовиков, где просто государство будет полностью компенсировать стоимость жилья. Что в этом плохого? Или что в этом плохого, что будет увеличивать заработной платы? Я помню, когда господин Кику приходил первый раз в мою студию его защищать, еще будучи государственным секретарем, когда мы с ним встречались, когда уже было больше тысячи людей, подавших заявки, он уже был министром финансов тогда. Поэтому я никогда против этого проекта ничего не говорил. Я видела людей, я знаю тех, кто им пользуется. И я рада, что есть такая возможность. Меня, скорее, я еще раз говорю, меня беспокоит другое. Кстати, если вы не видите в этом бюджете ничего предвыборного, а в самом факте, когда люди закрыты, а господин президент позволяет себе ездить по стране, люди испытывают уже несколько месяцев в том числе и психологический дискомфорт и не очень понимают, куда они выйдут, как это будет происходить, сохранятся ли их рабочие места, закроются ли их бизнесы, все остальное, а человек разъезжает или делает фотографии он респирует или еще что-то. Вот это как должно было восприниматься? Ну, на это нужно смотреть политически. Я думаю, что избиратели будут делать свой выбор и будут судить об одном или ином поступке одного или другого политика. Были установлены какие-то правила, эти правила должны были соблюдаться всеми. Если даже где-то ездишь, то нужно соблюдать определенные правила, которые установлены, правительством. Поэтому я думаю, что кто что-то нарушает, если это с точки зрения политического, тогда политически будут наказаны. Я вам перед программой напомнила, что одним из факторов является вопрос, опрос вчера предоставляли, да, Боб, и они сказали, что 27% населения вообще не верят в этот вирус, в том числе и потому, что ряд политиков, я не говорю, что один, целый их достаточно был слой инфлюенсеров, политиков, представителей церкви, которые говорили, что всего этого нет, не переживайте, или что это все очень легко на самом деле и не так страшно. Вот мы до сих пор расхлебываем то, что не так страшно, как оказалось. Я никого не хочу защищать, чтобы меня правильно понимали. Были допущены, на мой взгляд, очень много ошибок, но опять же, но я не согласен с тем, что нужно сваливать все на правительство или на какого-то человека. Каким-то образом ответственным за все, что произошло, в целом мы все, потому что я помню, как только начиналось, очень строгие меры. Очень много критики было со стороны и масс-медиа, и со стороны общества вообще. А потом, когда были какие-то послабления, опять же, те же люди, те же институты, скажем, начали критиковать, что вот мы расслабляем это все. Поэтому, естественно, что были допущены ошибки. Естественно, что учитывая динамику, ну значит, мне все сделали максимально так, как нужно сделать. Но с другой стороны, вот вы говорите, люди не верят, но это до них доводили не только определенные политики, но, наверное, и определенные социальные сети, и, наверное, определенные телевизионные, радиопрограммы и многое такое. С другой стороны, когда говорили людям, что вы будете наказаны, то есть все говорят, ну не нужно наказывать. Не наказали там, ну почему не наказали? То есть это довольно такой тяжелый путь. Я знаю, потому что я возглавлял правительство, я знаю, какое отношение, я знаю, что за все отвечает в стране правительство. По-моему, поэтому я никого не хочу оправдывать, но в то же время нужно называть вещи своими именами. Вот сейчас это я хочу сказать. Вы, насколько помню, три года были премьер-министром, и правительство знает точно, досконально, как работает. Вот работа правительства Иоанна Кику за семь месяцев уже получается. Вот вами как оценивается? Ну, я должен быть, я хочу быть откровенным, то есть я не завидую господину Кику, потому что возглавлять правительство в периоде такого кризиса, который задел не только Республику Молдову, а весь мир, это не так просто. Потому что я не думаю, что вообще есть какие-то правительства в мире, вот период этого кризиса, которые вышли там, я не знаю, с плюсом после этого кризиса. Что бы ты ни делал, как бы хорошо бы не управлял этим кризисом, в любом случае последствия не совсем такие положительные, и люди, чувствуя какой-то негатив на себя, конечно, они будут недовольными. Вы ему просто не завидуете, но вы можете сказать, поставить оценку, скажем, от одного до десяти? Нет, я не думаю, что вообще я тот человек или вот кто-то должен со стороны смотреть и ставить оценки. Есть общее восприятие. Поэтому правительство, оно же не само по себе, вот не упало с неба. Правительство, это каким-то, это эманация, скажем, политической воли. Происходят парламентские выборы, есть парламентское большинство, которое утверждает одно или другое правительство. Поэтому, когда очень много говорят о технократичных правительствах, то я с ухмылкой на это смотрю. То есть само по себе, что такое этот термин, да, и я не верю вот в технократичных правительствах. То есть когда вы в ноябре голосовали за правительство Кику, которое нам было представлено как правительство технократическое, вы голосовали с ухмылкой и не верили? Ну нету технократичных правительств. Давайте будем откровенными. Я это всегда говорил об этом. И тогда, когда я возглавлял это правительство, потому что в любом случае оно зависит от того парламентского большинства, которое утвердило это правительство. Поэтому, когда вот есть, я к чему вообще начал это говорить, потому что в зависимости от работы правительства, люди будут голосовать за те политические партии, лучшие или хуже, которые утвердило или направило этих людей работать в правительстве. Это все очень тесно связано, и мы должны называть вещи своими именами. А вы уверены, что люди знают, какие пять министров от демократической партии? Я думаю, что те, которые следят за политическим процессом в Республике Молдова, они знают. И мы стараемся людям говорить, какие министерства возглавляются людьми, делегированными демократической партии. И, кстати говоря, мы гордимся нашими людьми, которые работают в правительстве. Мы вернемся еще раз в парламент. Вы там довольно жестко сегодня выступили на брифинге с осуждением, мы получили пресс-релиз, и я снова заметила фразу, которая мне немножко резонула. Вы говорите о том, что разочарованы поведением правых партий, и резонуло меня что? Что вы называете, что они находятся практически уже в коалиции с партиями, которые украли миллиард группой Канду и партией Шор. Я повторю этот вопрос, я его задавала, Эдмитрий Георгиевич, в какой момент вы определились, что господин Канду имеет отношение к краже миллиарда? Когда после февраля 2020, когда он покинул демократическую партию, или когда он еще был в демократической партии? Ну, смотрите, я не обвиняю господина Канду, я этого не утверждал сегодня и раньше. Все говорили об этом уже очень много лет, что господин Шор непосредственно причастен к банковской краже. Все это говорилось публично, есть уголовное дело, все остальное должны доказать прокуроры в суде, и мы посмотрим, какой будет результат этого всего исследования. И то, что мы видим на сегодняшний день, пытаются, кстати говоря, тоже вопрос для меня, я видел, вот правые партии иногда в телепередачах каких-то говорят, что мы готовы, мы категорически не будем разговаривать с Шором. И для меня очень удивительно, то есть с каких пор они видят разницу между партией Шора и про Молдову. То есть мне кажется, что сегодня любой человек в Республике Молдова уже видит, что у них одно и то же финансированные, у них координированные действия, то есть это одно целое. Поэтому, когда пытаются разделить эти две политические силы, силы для меня очень смешно. Поэтому я и выразился таким образом, как выразился сегодня. Я до сих пор возмущен и, наверное, и не могу понять, то есть как такое может произойти. Еще раз. Вы говорите о двух политических партиях. Да. Вот я цитирую. И так как они стригают и учитывают в последние годы обе фуртунной милиарды, коруптии, методики бандитей, штат каптурат, и остались с ущезти на масла с ними. Если это означает что-то про-европейное для пассажирования, то ситуация будет достаточно grave. Орицем, надо быть sincerом и сказать, что они снова Вы называете два формирования? Совершенно верно, которые на самом деле одно формирование. Одно? Ну, я не делаю никакой... Вы смотрите, даже когда они покупали депутатам часть, перешли к Шору, часть перешли сюда. А когда они перешли, составили свою партию про Молдова, то вы считаете, что в этот момент они объединились с Шором и таким образом стали причастны к краже миллиарда? Нет, ну давайте раскроем шире тогда эти скобки. Все раньше говорили о краже миллиарда. И я лично возмущался тем, что как бы демократическая партия у власти, меня как премьер-министра, все спрашивают, почему у вас нет прогресса в этом уголовном деле, почему там Шор на свободе и многое другое. И я должен был отвечать, что у нас независимая прокуратура, что у нас независимые суды. Естественно, этот вопрос поднимал и внутри партии, перед председателем партии. Почему нету никаких движений? Да потому что мы не вмешиваемся в прокуратуре. И всегда, смотря назад, ты легче соединяешь определенные точки. Я не хочу сказать, что я полностью верил в то, что мне говорили тогда, но сейчас я абсолютно уверен, что была какая-то определенная связь, потому что как иначе объяснить то, что случилось сейчас? Вот вроде была партия Шор, и вот вдруг отщепнулась часть от демократической партии, и вот у них полная идиллия, но мы знаем даже, не то что полная идиллия, но мы знаем, что одни корни вот этих двух политических формирований. Поэтому это дает мне абсолютно все обоснования думать то, чего говорил я сегодня на брифинге. Потому что я же не говорю, я же не придумываю что-то, я говорю словами моих коллег из демократической партии, из фракции демократической партии, что к ним подходили по очереди то Марина Таубер, то Владимир Чеботарь и делали финансовые предложения для того, чтобы переходить либо в партию Шор, либо в группу про Молдова. Кстати говоря, где-то полтора месяца тому назад, конечно, полтора-два месяца тому назад, предложения были намного ниже, чем сейчас. То есть было предложение, вот одной нашей коллеге сделали предложение, 250 тысяч, если ты переходишь к Канду, 300 тысяч мы тебе даем, если ты переходишь к Шору. Это сейчас уже в последнее время дошло предложение до 1 миллиона долларов. Поэтому я на этом основании говорю, я ничего не придумываю, я говорю словами моих коллег. Есть абсолютно полное право и обоснование думать, что это одно и то же формирование. Мы с вами продолжим разговор и об этом формировании, и о других, и о том, что сейчас будет делать демократическая партия после рекламы. Реклама на 21 канале, оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Невозможно стать кем ты хочешь, если остаешься таким, какой ты есть. Меня зовут Андрей Чмиль. 25 лет в велосипедной гонке были моей жизнью. Соревнования научили меня главному. Успех приходит с настойчивостью и упорным трудом. Постоянное стремление к результату открывает новые дороги. Поэтому я решил продолжить свой жизненный путь здесь, в Молдове, создавая велосипеды, которые уже приводили меня к победам. Изменения равноценно самосовершенствования и эволюции. Открой себя новому. Ох уж эта тонкая грань между тем, что все дома, и тем, что все дома. Чтобы у вас и дальше все были дома, подключите Мегаго за один лей на первый месяц. Мегаго. Смотрим вместе. Самая добрая детская стоматология в Кишиневе. Куда лбдент. Мы готовы прийти на помощь вашим малышам. Дружелюбные и добрые стоматологи и психологи. Мультики во время лечения. Подарки каждому малышу и дипломы за храбрость и никаких страхов в будущем. Куда лбдент. Лечить зубки совсем не страшно. Улица Рос, 29, дробь 4. Зелинский, 15, дробь 5. Телефон, 022-55-42-75, 022-81-60-82. Канд facи parte din casele a mii de familiи. Канд пусть луна в мищcare. Канд ищи расплатит к инкредереа ассута де омени. Канд даруешти виаца, confort и сперанта. То это, только в первые 10 лет, означает счастье. Аниверсуя в 10 лет, Коавиклима. Кастиджи лунар, унапарат дай-ар кондиционат. Кавиклима. Солутии complete деклиматизаре. Мы не только думаем о будущем. Мы создаем будущее. Ксерокс. Мы вернулись в студию. Представители платформы, правда, насколько я помню, во лжи о том, что не собираетесь вы с ними никакие переговоры вести. Или не собирались. Я так смотрю, не первую неделю этот пинг-понг продолжается. Они говорят о переговорах. Вы говорите, что никаких переговоров нет и быть не может. Это, может быть, в терминологии вы не очень сходитесь. То, что вы считаете встретиться на чашку чая, они считают переговорами? Я немножко по-другому высказался, потому что я читал пресс-коммунике. Да, они пригласили. Да, где они сказали, что провели очередной раунд переговоров со всеми, включительно демократической партией. Естественно, это меня возмущает. Потому что, во-первых, ставят в неудобное положение перед членами нашей партии. Когда партия вступает в какие-то определенные политические переговоры, должно быть принято такое соответствующее решение. У нас такого решения не было. Поэтому я считаю, что они ведут себя некорректно. Тогда, когда господин Слуцарь пишет смс одному нашему депутату, говорит, ты у себя в кабинете? Да, у себя. Можно я к тебе зайду? Ну, заходи. Вот он зашел быстро на несколько минут с господином Мунтином. И после этого дают пресс-коммунике, что у нас состоялся очередной раунд переговора. Я так как раз поняла, что это господин Чубук, да? По крайней мере, я считаю, что это некорректно. Это к нему на кофе будет? Первое. Второе. Им очень удобно, я заметил, и ПАС, и платформа прятаться за спиной демократической партии. Вот если демократическая партия решится, потому что они не хотят признать, что они ведут сегодня переговоры. Я говорю о платформе на сегодняшний день. Ведут переговоры с Канду. Это было и официально объявлено. Но как мы с вами условились, нет никакой разницы между Кандом и Шором. Нет, это вы представили вашу точку зрения. Я с вами ни о чем не условилась. Поэтому они должны говорить откровенно и правду. Я помню, когда они говорили, что они не будут делать никакой коалиции с партией социалистов, а потом пили чай и не дергались вместе. На сегодняшний день говорят, что мы не будем с Шором, но я вижу, хорошо переговариваются и ведут переговоры. И для них удобно втягивать демократическую партию в эту игру. Но на сегодняшний день я, как председатель партии, не получил ни одного звонка, приглашения от госпожи Майи Санду. Я, как председатель партии, не получил никакого приглашения от господина Настаси, для того, чтобы о чем-то говорить. В свою очередь, если говорить на уровне фракции, то господина Дьякова тоже никто не приглашал из них. Но, однако, господин Дьяков сказал, что вам предлагают всего одного министра. Значит, какие-то разговоры были? Я не знаю, может быть, на перекурах где-то, где-то за чашкой чая. И я разговариваю со всеми депутатами в парламенте. Я говорил не один раз и с господином Слуцарем, и с Мунтеном, и с Гроссом, и с кем угодно. То есть, наверное, со всеми я говорил в этом парламенте. Но одно дело, когда ты находишься в парламенте, вышел там, выпили чай, посидели, поговорили. И другое дело, когда ты называешь это уже определенные какие-то переговоры. Знаете, что я хочу сказать? Очень удобная позиция для них — прятаться для Демпартии. Они ничего не хотят делать. Чтобы вы понимали, они не хотят ввязываться ни в какое-то голосование за новое правительство. Не хотят брать на себя ответственность. Я говорю в целом о блоке АКУМ. И поэтому они прячутся за спиной Демпартии. Пускай они между собой разбираются сначала. ПАС и платформа. Вот пускай они договорятся и потом выйдут с какой-то определенной позиции. А это совершенно некорректные, на мой взгляд, игры, которые ведутся. Хорошо. Вы получаете официальное приглашение на партийный e-mail от платформы. Да, партий Действия и Солидарность встретятся на переговоры об отзыве, в этом и недоверии этому министерству и формировании нового правительства. Вы пойдете на эти переговоры? Мы обсудим это. По крайней мере, на политическое бюро партии. Примем соответствующее решение и будем его исполнять. Я не один раз говорил, что Демократическая партия не принадлежит той категории партий, которые отказываются с кем-то разговаривать. Давайте вспомним немножко истории тогда, когда мы проголосовали за отставку правительства Майи Сандо, если вы помните. Никто мне тогда не звонил, никто мне ничего не предложил, никто не предложил не голосовать за отставку правительства. Поэтому я тогда сделал определенные выводы, что то правительство хотело просто уйти и избавить себя от груза ответственности правления страной. То есть очень такая интересная позиция. Поэтому я и сегодня предлагаю вот этим людям, которые очень много говорят и мало делают, вот в определенный момент времени пускай снимут с себя корону, ставят в сейф, чтобы никто ее не трогал, опустятся до уровня нашего и придут поговорят с нами. А этот пинг-понг, я думаю, что уже людям начинает надоедать. Если они вам предложат тоже пять министерств, вы согласитесь? Мы не измеряем в количествах министерств. И я говорю совершенно откровенно. Потому что даже тогда, когда мы вступили в эту коалицию с партией социалистов, мы не говорили о количествах министерств. Мы говорили о том, как может Демпартия воплотить свои планы в жизнь, как может Демпартия контрабалансировать партии социалистов, и как мы можем, я не знаю, соблюдать какое-то равновесие. Поэтому мы говорили о министерстве иностранных дел, то, что касается внешней политики. Мы говорили о реинтеграции страны. Мы говорили о министерстве образования, потому что это несколько таких министерств или несколько отраслей очень важны для нас и для нашего электората, для того, чтобы доказать всем, что партия не изменила, демократическая партия не изменила своим принципам. Мы остаемся проевропейской партии, и мы попытаемся сделать абсолютно все возможное, чтобы Республика Молдова двигалась именно в это направление согласно соглашению об ассоциации Северо-Союз. Вот на сегодняшний день, как вы думаете, какая часть населения знает, чем занимается демократическая партия в коалиции, за какие направления она отвечает, и какую оценку бы этому поставила? — Я знаю, что есть определенная категория политических формирований и политиков, которые работают только на рейтингах. Вот они считают лайки в фейсбуках, они заказывают себе определенные опросы для того, чтобы понимать, и совершенно перемещаются акценты. Кстати говоря, то, что происходит на сегодняшний день в парламенте. То есть цель совершенно другая, чем то, что они объявляют. Вот даже в случае, что правительство взяло на себя ответственность. Приведу вам другой случай, когда мы говорили о каком-то плане управления этим кризисом коронавируса. Я не знаю, если вы слышали, но было предложение для того, чтобы мы собрались вместе, все фракции парламента, по одному-два представителя, чтобы привели с собой одного или двух экспертов, которым мы доверяем, без видеокамер, без трансляций, без лайвов, для того, чтобы сидели и разработали определенный план. Наверное, месяц тому назад еще. Разработать определенный план и представить его правительство, и настаивать, чтобы этот план привели в исполнение. Знаете, что было? Ряд наших коллег сказали, а зачем нам это? Давайте в парламент, публичные слушания, пускай все люди их видят. Потому что для этих людей важно не решать эту проблему, а важно, какой у них будет рейтинг. Сколько лайков поставить им под этот видеоролик и все такое. Мы прекрасно понимаем, потому что не вчера родились. Я помню эту инициативу премьер-министра, меня только поразило, что когда в марте месяце... По-моему, это не инициатива премьер-министра, это была инициатива, по-моему, от партии ИПАС. Я помню просто, что свою помощь предлагали и ПАС, и ППДА еще в марте открыто, если вам нужны люди, мы готовы, открыты, и им сказали, мы сами с усами. Ну, это я так, в общих чертах. А потом сказали, что они пытаются делать... Почему у нас любое предложение помощи воспринимается, как попытка сделать себе рейтинг? Я не соглашусь с этим. Я привел вам определенный и конкретный пример. На тех заседаниях, кстати говоря, должны были быть и представители правительства, и они согласились быть. Это политики не согласились, чтобы проводили вот это все в таком формате. Я вас спросила не зря... Даже была такая реплика, а при чем тут мы парламент, мы готовы, мы голосуем, мы делаем свое дело, пускай правительство справляется и приходит с инициативами. То есть вот такая постановка вопроса. Я вас не зря спросила о том, насколько известно, чем занимается и как справляется министр ДПМ с ситуацией. Потому что тот же самый опрос показал, что если бы в будущее воскресенье были выборы, рейтинг демократической партии 5,2, если я не ошибаюсь. Вы на грани балансирования проходов. Есть разные опросы, да. Но рейтинг никто не дает сильно высокий. То есть по сути дела, в случае досрочных выборов, вы получите даже меньше мандатов, чем у вас есть сейчас. Ну, вы знаете, вот практика показала, что с 30 мандатами мы были слабее, чем с 13. Поэтому я думаю, что очень важно, какая политическая позиция у партии, активность партии и есть ли у тебя определенные результаты. А почему вы считаете, что сейчас с 13 вы сильнее, чем тогда с 30? Потому что у вас есть 5 министров и председателей районов? Да, я считаю, что у нас тогда было 30. С нами никто не хотел разговаривать. Внутренние партнеры политические и внешние партнеры никто не хотел разговаривать с демпартией. А вот сейчас мы находимся и управляем. Свои люди есть и в правительстве. Мы находимся и на местном уровне. Управление на местном уровне. Поэтому я считаю, что демпартия стала сильнее. А что касается опросов, ну опросы бывают разные. Из практики своей уже, сколько я нахожусь в демпартии, всегда результаты демократической партии были выше, чем показывали опросы. Поэтому я абсолютно уверен, что в случае досрочных парламентских выборов без демократической партии не будет никакого правительства в Республике Молдова. Ну вот Дмитрия Георгиевича есть опыт, когда он даже в парламент партии не прошла. Тоже с хороших позиций. Поэтому тут, знаете, по-разному может карта лечь. Давайте перейдем к теме, которую обсуждают все последние. Мы с вами только так в самом начале сказали, да, один депутат-социалист, бывший, покинул фракцию, и тут началось. Вот вы как видите, что началось? Потому что вчерашняя фраза Дмитрия Георгиевича Денкова в парламенте для меня кажется единственным золотом, которое вообще прозвучало в тот день. Когда он сказал, что я понимаю, что вчера социалисты защищали свой товар, потому что я знаю, что он был среди них. Вот это отношение к депутату, как защищали свой товар, это нынешнее положение дел в Молдавском парламенте? Вы знаете, вот вообще, что касается этого случая, у меня есть свой взгляд на происходящее. И у меня такое впечатление, и немножко обидно даже, я сегодня говорил это и на заседании постоянного бюро, что за то время, когда с Демпартии скупали до 16 депутатов, дошло, все молчали. Молчали в том числе социалисты. И более того, не то, что все молчали, а некоторые даже хлопали в ладоши и смотрели, вот вам так и надо. Вот когда коснулось социалистов сейчас, видите, какую реакцию они дали. Мне теперь жаль, что первого депутата не вытащили от социалистов, может быть, этот процесс давно бы прекратили. И я обратился сегодня и к другим коллегам из партии ПАС, из партии Платформа, что если от них никто не ушел, это ихняя заслуга, и даже недоработка кого-то. Просто они не нужны в этом уравнении, так скажем. Но совсем скоро может прийти время, что до них дойдут. И я абсолютно не уверен, что там устоят. Может быть, даже и по другому прескуранту. Поэтому мне это обидно, что политический класс должен был дать отпор и наказать с первых же случаев, когда это начиналось. Все, что происходит вокруг депутата Гацкана, у меня такое впечатление, что вот, понимаете, есть определенный сериал. И сейчас в Республике Молдова все включили этот сериал, но начали смотреть со второй серии. И почему-то первую серию никто не вспоминает. А первая серия, дорогие мои, это тогда, когда депутата Гацкана вытащили из партии социалистов, и он написал заявление и перешел к Шору, к Молдову. Я говорю, что социалистов одного депутата вытащили, они отстояли этот мандат. У вас 16, вы сожалели только о том, что такое имеет место в Республике Молдова, в Молдавском парламенте. Правда, я не помню, чтобы вы сожалели в предыдущем. Вы пробивайте, не даете договорить до конца. Хорошо договорить. Я говорю о обществе в целом, в том числе и о масс-медиа. Потому что мы не замечаем что-то абсолютно страшное, что происходит в нашей стране, а обращаем внимание на что-то другое. Поэтому почему-то все пропустили, что Гацкана вытащили из Песелемек про Молдова. И никто не поставил себе вопроса, как это могло произойти. Как депутат, который пришел в парламент два месяца, два с половиной месяца тому назад, который не успел открыть рот, который не успел сделать ни одного предложения, который не был членом партии социалистов, которого сделали депутатом партия социалистов и местная организация в Ханчеште, он вдруг разочаровался в этой команде. Ну, бред вполне. Поэтому, наверное, за спиной всего этого стояли совершенно другие аргументы. Но вот как он вернулся, как он отказался от мандата, вот все началось в нашей стране, и все начали это обсуждать. Просто я хочу сказать, начали смотреть со второй серии, я хочу сказать, что нужно дождаться третьей серии, когда Гацкан выйдет сам и все расскажет. Я тогда думаю, что все станет на своих местах. То есть эти видео, которые он записывает, я думаю, вы их видели. У вас там ничего не случилось. Я не приветствую вот это. И это давление я тоже не приветствую. Просто я думаю, что нужно оценку давать соизмеримо каждому действию, которое происходит. Понимаете? И мне даже немного обидно, когда, по моему мнению, тогда, когда происходит просто бандитизм, скупка депутатов, никто на это не обращает внимания. А вот видите ли, его убедили уйти с парламента, и вокруг этого все сполошилось. Понимаете? Я понимаю, что 16 депутатов, это мы побили рекорд. Но я вам хочу напомнить, что 15 депутатов ДПМ в предыдущем составе парламента приобрела таким же способом. И еще 10 перешли к лянке и были лояльны. Итого 25 из 101 в предыдущем составе парламента под кураторством Демократической партии. Так когда у нас бандитизм начался? Я думаю, что вот именно те, которые занимаются этим сейчас, точно тем же занимались тогда. Поэтому для меня и все странно это все звучит. Потому что я тогда работал в правительстве. Я не занимался там, никого не уговаривал депутатов, чтобы переходили от коммунистов или от кого-то еще в Демпартии. А вот те люди, которые сегодня бегали и перетаскивали депутатов к нам, тогда те люди занимались и тогда. А кто бегал до этого еще один предыдущий парламент, когда три депутата, Игорь Дадон, Зинаида Гречанов и Вероника Абрамчук вышли из партии коммунистов, а потом присоединились к социалистам. И Сергей Сырбу покинул по КРМ, и Иоанн Чеван покинул по КРМ. Кто тогда этим занимался? Тоже эти люди. Они тогда к ДПМ не присоединялись. Этот феномен не этого парламента, не предыдущего. Я думаю, что этот феномен взял обороты именно в этом парламенте, потому что все-таки и обстановка была по-другому в двух предыдущих случаях. Вы не считаете, что они равны, когда выходят из ПКРМ три человека, которые создают КРМ Молдова, возбавляют новую партию? Давайте сравним абсолютно две ситуации. Конец 2015-го, начало 2016-го года. Эти депутаты перешли и создали большинство для того, чтобы избегать политического кризиса. И избрать вас премьер-министром и ваше правительство. Для того, чтобы назначить правительство и для того, чтобы избегать политического кризиса. Я помню, когда пришел в правительство в начале 2016-го года, у нас не было денег платить пенсии. Страна была полностью без денег. Мы одалживали деньги посредством ценных бумаг под 26% на внутреннем рынке, и никто нам не одалживал денег из-за рубежа. Только почти 7 или 8 месяцев ушло на то, чтобы получить кредит в Румынию. Сегодняшняя ситуация. Есть правительство, есть большинство, и переход депутатов или вытаскивание депутатов делается для того, чтобы начался политический кризис, политический хаос в стране. Чувствуете, есть разница в том случае? Я не чувствую разницы. И в том и в том случае я понимаю, что мы говорим о политической коррупции перекупки депутатов. Как это было в 2012-м, как это было в 2015-м. Я говорил это уже. Я осуждаю и то, что произошло тогда, я осуждаю то, что происходит сейчас. Я просто говорил о двух разных ситуациях. Я понимаю, о чем вы говорите. С вашей точки зрения это правильно было. Необходимо стабилизировать страну. Протесты были на улице, дырка в бюджете, задержки по зарплатам, и страну надо было вытаскивать из этой. Это ваше восприятие. А если не входить так глубоко в политическую, экономическую ситуацию, а рассматривать отдельно сам факт скупки депутатов, то, простите, разницы никакой. 2012-й, 2013-й, 2015-й, 2019-й. Честно говоря, я не могу понять свою позицию. Я только что сказал, что я осуждаю то, что происходит сейчас, и то, что произошло тогда. Вы что хотите, чтобы я сказал, было тогда, есть и сейчас, и пускай так будет дальше? Нет, вот так оно не должно быть. Ну, наверное, люди должны понимать, нужно попытаться изменениями в Конституции, хотя я не думаю, что есть реальная, законодательная возможность это все прекратить. А если была такая реальная законодательная возможность? политическую культуру. Я думаю, что люди должны понимать, кто эти люди, которые перебегают из партии в партию, наказывать политически. На уровне законов, скажем, кто-то с кем-то договорился, но он не будет выходить из той фракции. Будет сидеть в той фракции, но будет голосовать так, как договорился с кем-то. То есть очень трудно. Это только на уровне политической культуры, на мой взгляд, можно исправить вот это все. А для этого что необходимо? Полная смена политического класса? Ну, наверное, нужно для того, чтобы политический класс понемножку созревал. Потому что у меня был заготовлен вопрос, что в случае, потому что я смотрю, социалисты тоже говорят о том, что необходимо менять конституцию, необходим отдельный закон, чтобы запретить политический туризм. Если все-таки такое предложение будет, и в него будет внесено, скажем так, от гражданского общества предложение, что все те, кто за 28 лет Республики Молдова, будучи депутатами, покинули фракции, по спискам которых они были избраны, не имеют больше права избираться ни на какие государственные должности. Ни депутатов, ни министров, ни каких там агентств, ничего. Удержит это? Я затрудняюсь давать оценку. Наверное, есть определенные институты, которые могут этим заниматься и дать правильную оценку. Но вы бы за это проголосовали, за такую поправочку? Я бы проголосовал за любой закон, который бы немножко навел порядок и приостановил бы этот беспредел. Я все-таки хочу вернуться сейчас к Штефану Гацкому, не к тем видео, которое он снимал. А к тому, что сегодня появилась информация все-таки от Генеральной прокуратуры, что 30 июня он зарегистрировал обращение в прокуратуру, в котором писал о том, что ему и его семье угрожают. И что прокуратура возбудила по этому факту дело и будет рассматривать его. Значит, есть место для, если не домыслов, то размышлений на тему, что если он написал 30 июня, зарегистрировал официальное обращение, а первого мы уже видим его слегка расстроенным на фото в парламенте, и он исчезает и появляется даже возле виноградника в маске и в других видео в маске, и не отвечает никому и нигде, есть место для того, чтобы задуматься о безопасности этот человек или нет? Я думаю, что мы всегда можем думать обо всем и делать какие-то определенные, размышлять и делать какие-то определенные домыслы или выводы. Все это для меня очень много знаков вопросов, так скажем. Кто за него написал заявление ухода от социалистов и перехода к промолдову, зная, что не имеет права примыкать к другой фракции в течение шести месяцев. Кто написал другое заявление, кто написал заявление в прокуратуру. Вы не верите ни тем, ни другим, я так понимаю. Вообще я склонен никому не верить. Я очень часто повторяю фразу Форна, что я верю одному Богу, а остальные должны приносить доказательства для того, чтобы верить. Поэтому я думаю, что совсем скоро, как я говорил, мы посмотрели вторую серию, рекомендую всем посмотреть первую серию, и давайте дождемся третьей, когда сам Гацкан скажет все, что произошло. Потому что я абсолютно уверен и даже думаю, что господин Гацкан обязан выйти и всем сказать, что произошло. Потому что это не простой человек, это представитель народа в парламенте, это депутат, за который проголосовал целый округ. И я думаю, что есть определенная ответственность перед этими людьми, которые отдали свой голос за него. Но надо сказать, что все-таки есть небольшая разница в ситуации, когда выходили из ДПМ. Во-первых, они не исчезали никуда, не возвращались, не сдавали мандаты, не писали челобитную, простите, исправимся, больше так не будем, сдавали мандаты и исчезали. Вот не было такого, согласитесь. Есть разница в ситуации? Потому что вот как только мы понимали, что или была определенная информация, вот человек, все, увидели его там с господином таким-то, гулял вокруг Капсомольского озера, начинаю звонить я, начинает звонить Дяков, все, отключен телефон, его нету, дома нету, там нету. То есть ситуации совсем схожи. Другое дело, что мы об этом не кричали, что где-то исчезло. Нет, подождите, вы не только не кричали, вы не заставляли после этого сдавать мандат, правда? Вы сами только что говорили, что вы сомневаетесь в том, кто написал и второе заявление, и первое заявление, я вообще не понимаете. Ну, вообще, я прекрасно понимаю, что касается депутатов, которые ушли от Демпартии, мы видели один и тот же почерк. Мы знаем, что их страницы на Фейсбуке управляются одним и тем же человеком, или группой людей. Мы же видим стиль людей, потому что я же переписывался с нашими депутатами, и даже знаю, как грамотно они пишут, и что потом выставляют. Поэтому, ну, чего мы обманываем сейчас друг друга, я не могу понять. Есть целый центр там, который работает над этим. Он скажется как-то на имидже страны или нет, на репутации? Я именно это хотел сказать, потому что вот даже случай Гацкана, это не про социалистов, это не про Молдову. Если там другие партии хлопают в ладоши и думают, что это их не касается, то они глубоко ошибаются. Это, во-первых, касается имиджа всего политического класса. И потом все удивляются, почему люди в нашей стране, у них нет доверия к парламенту, нет доверия к политикам, к политической партии. Да вы посмотрите со стороны, на что похоже то, что происходит на сегодняшний день в парламенте, и вы найдете ответ на этот вопрос. И, конечно же, это окажется влияние на имидже нашей страны. Вы представляете, какие там заголовки идут? Исчез депутат. И, кстати говоря, все почему-то повелись. Это про Молдова запустила вот все эти громкие фразы. Я не знаю, ущемляли, исчез, закрыли. То есть довольно такие сильные и громкие фразы. И все это заголовки в каких-то международных там изданиях. Что думают эти люди о республике Молдова? А в то же время все говорят, и вот, говорят, проверьте у пограничников, там, Гацкан выехал вместе со своей семьей из страны, там, где-то находится в европейской какой-то стране. Во всяком случае, то, что я слышал за сегодняшний день. Поэтому мне кажется, что немножко, во-первых, манипулируется, во-вторых, я не хочу полностью сказать, что вот я прав в том, что я сейчас говорю, но я думаю, что нам нужно дождаться для того, чтобы получить полную ясность. Сейчас я вот очню. Скажите, у нас, мы можем сейчас выйти на рекламу режиссерскую, чтобы я поменяла тему? Да, скажите мне, пожалуйста, то, что я... Да? Тогда мы сейчас перейдёмся на рекламу, я хочу просто тема сменить. Реклама на 21 канале, оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Невозможно стать кем ты хочешь, если остаёшься таким, какой ты есть. Меня зовут Андрей Чмель. 25 лет велосипедной гонки были моей жизнью. Соревнования научили меня главным. Успех приходит с настойчивостью и упорным трудом. Постоянное стремление к результату открывает новые дороги. Поэтому я решил продолжить свой жизненный путь здесь, в Молдове, создавая велосипеды, которые уже приводили меня к победам. Изменения равноценно самосовершенствованию эволюции. Открой себя новому. Ох уж эта тонкая грань между тем, что все дома, и тем, что все дома. Чтобы у вас и дальше все были дома, подключите Мегаго за один лей на первый месяц. Мегаго. Смотрим вместе. Самая добрая детская стоматология в Кишинёве. Кудалбдент. Мы готовы прийти на помощь вашим малышам. Дружелюбные и добрые стоматологи и психологи. Мультики во время лечения. Подарки каждому малышу и дипломы за храбрость и никаких страхов в будущем. Кудалбдент. Лечить зубки совсем не страшно. Улица Рос 29-4. Зелинский 15-5. Телефон 022-55-42-75. 022-81-60-82. Субтитры сделал DimaTorzok Мы не только думаем о будущем. Мы создаем будущее. Ксерокс. Мы вернулись в студию. Напоминаю, что я сейчас разговариваю с Павлом Филиппом Касимовым. Вы у меня были в программе первый раз 5 июля 2019 года. Сегодня третий. То есть практически год назад. И произнесли очень хорошую фразу. У меня когда-нибудь развяжется язык, и я расскажу, кто и с какими требованиями приходил в ДПМ. За этот год вы готовы уже рассказать, кто и с какими требованиями приходил в ДПМ? Кого мы имеем в виду сейчас? Вы кого имели в виду год назад, когда в ДПМ приходили люди, когда она росла, когда менялся ее состав? Помните, о чем мы Раствамер тогда говорили? А, ну если об этом, то, конечно, я всегда был недовольным. Я как-то вот этим большим приплывом большого количества людей в партию. То есть я не верю, что вот есть такое большое количество людей, которые разделяют какие-то ценности или взгляды партии. Конечно, большая часть или большое количество этих людей, это были оппортунисты. Я помню, я возглавлял городскую организацию. Я помню, когда определенные люди приносили с топками заявления и копии паспортов для того, чтобы вступили в ДПМ. На тот период я как-то попытался или взял на себя ответственность немножко быть независимым в городской организации и провел такую инвентаризацию членов партии. Из общего количества, которое было заявлено на бумаге, я помню, после инвентаризации осталось что-то на уровне 20 или 25%. То есть это означает, что позвонили каждому члену партии по списку, который был, и он говорил, да, я в партии, или я никогда не был в этой партии, оставьте меня в покое. Поэтому я никогда не понимал и не буду понимать тех политиков, которые не могут дать себе отчет, что вообще партия сильна своей активностью и своей позицией на политическом рынке, так скажем, а не количеством людей. Количество членов партии не оказывает никакого влияния на результат, на выборы. А если говорить по именам, Марьян Глупу, кто там был, Игорь Корман, они потом ушли, Валерий Лазар, ушли. А потом пришли другие с волной, когда господин Плохытнюк стал председателем партии. Адриан Канду, Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу пришел, Виолетта Иванова, Виктор Витюк и многие другие. Вот они как пришли? На каких условиях? Об этом мы с вами тогда разговаривали, и вы сказали, что еще не время рассказать, как эти люди приходили в демократическую партию. Сейчас время? Я не могу в точности рассказывать про каждого из них, потому что я не занимался этим. Ни я приглашал, ни я убеждал людей. У меня была своя ответственность за определенные какие-то вещи. Вот я за них и отвечал. И я же признавал, что у меня не было даже опыта парламентской работы. Я с первого года, когда примкнул к демократической партии, я начал работать в исполнительном органе. Это мне ближе было по своей натуре. Но в этом году у меня появился еще какой-то определенный опыт парламентской работы и партийной работы. Потому что нужно признать... Камиль, я из вашего дипломатичного ответа понимаю, что еще не время, и вы еще не хотите ничего рассказывать. Ну, наверное, таких сенсаций я не могу сказать. Ну хорошо, подождем еще тогда. Хорошо. Вы сказали, что социалисты как-то очень нервно, резко, я помню, отреагировали на выходы Штефана Гацкана и сделали какие-то заявления, какие-то действия, которые не надо было делать. Но я вот посмотрела страницу в фейсбуке «Партидл демократы Молдовы» и нашла вот такое видео. Я, конечно, понимаю, что предлагать Лапушкарии это не венки, да, приносить. Но вам не кажется странным, что в тот момент, пока депутат находится во фракции ДПМ, то он наш товарищ, перспективный и хороший, у него богатый опыт управления районом за спиной. А когда выходит, пусть даже вот так, как они выходят, то вдруг выясняется, что и района плохо управляла, и воровала больше, чем работала, и вообще ее в тюрьму надо сажать. — Нет, ну вы, во-первых, должны рассказать, о чем вы говорите. — Это видео на страничке в фейсбуке. — Это видео, об этом говорят люди, те люди, которые живут в резине. Я считаю, что это просто в белых перчатках, то есть не этим занимался, я не знаю, кто снимал это видео, но это просто такой очень интеллигентный и мягкий подход, потому что на самом деле то, что мы слышим, потому что после ухода определенных наших товарищей из Демпартии, из фракции Демократической партии, я, кстати говоря, посетил каждую районную партийную организацию, за исключением Неспарен и отчасти резина, в других районных партийных организациях, чтобы вы понимали, ушли просто эти люди, никто за ним не последовал. И поэтому те люди на местах очень возмущены, потому что те их товарищи, которые рядом с ним уже много лет, и работали за них, ратовали для того, чтобы люди голосовали за этих людей, они их сделали депутатами в парламенте, и вдруг они узнают на страницах Facebook, что он покинул Демпартии и фракцию Демократической партии. Конечно, они очень возмущены, потому что вот мне говорят, слушай, ну хотя бы у них была бы сила воли прийти перед нами здесь, собрать всех вместе и сказать, что вот он хочет выходить, и чтобы он нам объяснил, какие аргументы у него на это есть. Я так понимаю, тоже Плохотнюк в список тогда включил? Ну, по крайней мере... По логике многих объяснений, которые давали и вы... По крайней мере, не я составлял этот список депутатов, которые находятся сегодня... И вы не знали, что она плохо управляла районом, как сейчас, вот я нахожу на страничке в Facebook вот эту вот запись. То есть, когда ее включали в список ДПМ, она была хорошим председателем района, насколько я понимаю. А когда она покинула фракцию ДПМ, то выяснилось, что она была плохим председателем района. Что значит выяснилось? Я не делал измерения ни тогда, ни сейчас. Это вот голос народа, это голос тех людей, которые живут в резине. Но что касается моего личного отношения, когда вот в период, когда я был премьер-министром, было очень много недовольства своей стороны. Я не один раз высказывал внутри своей партии, потому что в одной или в другой должности были люди, которые портили имидж нашей партии. Я это чувствовал, я это чувствовал, потому что слышал, что говорят люди. Кстати говоря, в том числе по резине. Сопротивлялись определенным реформам, которые продвигала демократическая партия. А потом через партийные коридоры они пытались это сопротивление поднять как можно выше, для того чтобы мешать. Кстати говоря, говорю о реформе в здравоохранении. И многое другое. Но есть же такое правило, чтобы не выносить ссор из избы. Я считаю, что это правильно. Нужно разобраться во внутреннем, во внутреннем коллективе, так скажем. Но если госпожа покинула и ушла, и показывает пальцем, что вот как господин Канду выразился, что вообще это группа людей недовольных. Так я хочу сказать, в чем заключается недовольство этих людей, которые перешли из Демпартии в группу про Молдову. Один недоволен, потому что приходил ко мне с первого дня и просил денег. Дайте денег, потому что вот я в предвыборной кампании потратился, я продал там машину, а у меня трое детей. Я говорю, слушай, партия не выдает, не платит денег. Наоборот, партию нужно приносить деньги. И потом он оказался недовольным и перешел почему-то в эту группу про Молдову. Я не хочу на сегодняшний день называть имена. Надо будет, я назову всех поименно. Другой недоволен, потому что вот он договорился, если хотите, чтобы я остался, пускай там зерно из госрезерва поставят на мой элеватор, и правительство платит за хранение. Вот потом он оказался недовольным. И самое обидное, что эти люди потом покрывают себя какими-то высокими ценностями, что у них разные взгляды там на евроинтегрирование или что-то другое. Или другие коллеги, которые мне в лицо сказали, если там вот у меня в прокуратуре проблема там с моим мужем, да, если до этого не решите это вот, я говорю, я не решаю вопросы с генеральным прокурором. Сколько я помню, Елена Бакалова. А зачем тогда мне оставаться в этой партии, да, и многое другое. Поэтому я не хочу там все про всех рассказывать, понимаете. Я тоже не хочу, чтобы мы про Молдову всю программу говорили. Давайте вернемся к Демократической партии и к вам. Вы в 2017 году начали реформу о государственном управлении, то есть изменили количество министерств, немножко количество агентств, переподчинение, все это. Насколько я помню, 30 августа 2017 года было принято окончательное решение структура. Сейчас очень многие, в том числе и некоторые из министров, замминистров говорят, что это была не очень хорошая идея, например, объединить Министерство социальной защиты, Министерство здравоохранения или Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии. Все эксперты в экологии Молдовой говорят, что от этого экология пострадала и очень-очень сильно, потому что сельское хозяйство гораздо больше беспокоит распаханной земель, чем сохранение экосистемы страны. Считаете ли вы, что это был неудачный эксперимент? Вы знаете, я вам скажу, что те, которые ссылаются на определенную структуру, что она правильная или неправильная, и поэтому такие результаты, они просто глубоко ошибаются. Результаты зависят от качества работы и от качества людей, которые выполняют эту работу. Поэтому я считаю, что реформа правительства была совершенно необходима. Мы эту реформу сделали с экспертами от Евросоюза. Я хочу сказать и допускаю, что были допущены какие-то определенные ошибки. Не ошибается только тот, который не работает. Например, мы пришли с институтом государственных секретарей, которые, кстати говоря, предыдущее правительство отменило, для того, чтобы попытаться деполитизировать правительственные институты власти. Потому что то, что касается премьера и министров, понятно, что это политические фигуры, и они всегда будут. И они будут меняться, как только меняется правительство, или в лучшем случае после каждых парламентских выборов. Но давайте сделаем таким образом, чтобы ниже от госсекретарей и ниже не дергали людей, не выгоняли, потому что они работали с таким правительством или с такой партией. Давайте оставим людей, пускай выполняют свою работу. Вот в этом заключалась цель реформы. И не только. То есть я признаю, что мы сократили количество управлений, количество министерств даже, для того, чтобы сэкономить на этом и деньги. Но мы эти деньги перенаправили на заработную плату тех же людей, которые остались работать в правительстве. Но не бывает чудес, поверьте мне. Если мы человеку не будем платить хорошую зарплату, мы не наберем хороших профессионалов в правительстве. А все, что случается в стране, как развивается экономическая страна, зависит от качества тех людей, которые работают в правительстве. Поэтому есть разные структуры. В каждой стране по-разному выглядит структура правительства. Но совершенно не это самое важное в результатах. Поэтому можно пересмотреть, можно разделить какое-то министерство. Но я бы не сказал, что была допущена какая-то там большая ошибка. Я не считаю, что у нас было отдельно Министерство здравоохранения, Министерство труда и соцзащиты. Что было лучше в здравоохранении, или что сейчас стало хуже. Я считаю, что стало лучше. В экологии стало хуже, учитывая за последнее время, сколько мы наблюдаем вырубленных лесов и того, что мы видим. Для этого не нужно иметь отдельное министерство. Для этого нужно иметь хороших профессионалов. И суть этой реформы была, что под одним министерством, скажем, я не знаю, есть до шести государственных секретарей. И у каждого своя отрасль непосредственно. Вот пускай они хорошо выполняют свою работу. А то, что касается объединения, то, что касается объединения, объединения министерств, ну это работает одна канцеляра, например, одна бухгалтерия, там я не знаю что. Это никак не должно повлиять на тех людей, которые разрабатывают политики. Наоборот, я думаю, что вот эти ветви мы наоборот укрепили. В нынешнем правительстве не хватает профессионалов? Я думаю, что и в нынешнем правительстве не хватает профессионалов. И категорически их не хватало в том правительстве, которым я управлял. Мы сделали реформу. Я помню, я лично искал людей, которых назначать в должности государственных секретарей, хороших профессионалов. И мне отвечали, а какая заработная плата там у вас? Ну извините, но я в этой международной организации, у меня заработная плата такая. И поэтому рано или поздно мы должны будем пересмотреть и отношение к тем людям, профессионалам, которые управляют страной. Оттуда все начинается. Потому что тогда, когда мы говорим о заработной плате врача, о заработной плате учителя, то мы должны понимать, что его заработная плата прямо пропорциональна с качеством правительства, которое управляет этой страной. Тогда если сравнить зарплату учителей и врачей, когда вы были председателем правительства? Кстати говоря, за то время нам удалось увеличить заработную плату врачей и учителей на 83-84%. Сегодня появилась информация о том, что после обыска, проведенных вчера бывшей штаб-квартире ДПМ, был задержан один человек, изъятый документ и компьютерная техника. Задержанный является руководителем IT-отдела ДПМ, и его подозревают в том, что он поддерживает активное участие в деятельности организованной преступной группы, возглавляемой бывшим лидером ДПМ. Вы не знаете, кто этот человек? Нет, к сожалению, я не знаю, кто этот человек. Вы не знаете, кто возглавлял отдела IT-отдела? Вы знаете, я не знаю, что был у нас такой отдел, и я не знаю, кто возглавлял этот отдел. На сегодняшний день у нас нет отдела IT. каждый из тех, которые работают в секретариате, айтишник, по крайней мере, хороший пользователь. Еще беспокоится, а куда делся депутат Владимир Андронаки? Здоров ли? Ну, я в течение последних недель не общался с господином Андронаки. Он не приходил на заседание фракции? Его не было. Ни сегодня, ни вчера не было на заседание фракции. Как вы считаете, ДПМ, находясь вот в этой коалиции сейчас, какая роль ей отведена? Потому что складывается общее ощущение, извини, что я вам это в лицо говорю, что остальное руководят социалисты. Вот честно. Ну, во главе правительства представитель, которого выдвинули социалисты, господин Киво, во главе парламента председатель партии социалистов, президент нашей страны, бывший председатель партии социалистов. То есть ваша роль была обеспечивать большинство, чтобы была коалиция с большинством? Нет. Наша роль состоит в том, чтобы помочь этой стране. И поэтому я считаю, что наших пять членов правительства это достойные люди, и они хорошо делают свою работу в парламенте. Я не думаю, что у кого-то есть большие вопросы к министру образования, или есть большие вопросы к министру обороны. Я не думаю, что кто-то ставит под знаком вопросом то, что делает госпожа Лестник по вопросам урегулирования Приднестровского конфликта. Довольно вокально, довольно хорошо работает. И тот же господин Райлян, который возглавляет Министерство экономики. Я очень рад, что нам удалось восстановить проект, программу Дру Мурбунь. Вот на этой неделе провели первые конкурсы, и уже в восьми районах начались работы и строятся по одной дороге в каждом населенном пункте. Это проекты и программы, которыми я горжусь. Они были приостановлены на определенный период времени, но вот их восстановили. Я горд за то, что в августе месяце будет сдан в эксплуатации газопровод, который объединит Республику Молдова с европейской газовой системой. За этим стоит очень большой объем работы. Поэтому я горжусь за моих коллег. Тот же господин Цуля. Я думаю, что он очень много усилий приложил, потому что оппозиция имеет возможность критиковать публично и говорить обо всем публично. Мы находимся в коалиции, поэтому все наши споры находятся там и остаются там внутри. То есть мы знаем, и вот слава Богу, в том числе благодаря господину Цули, министру иностранных дел, практически исполнили все те условия для того, чтобы получить макрофинансирование. Второй транш из тех 100, речь идет о 30 миллионах, и еще 100 миллионов на этой неделе уже все условия согласованы. Я думаю, что скоро Молдова должно получить 30 миллионов плюс 50 из первой транши, из этих 100. Поэтому я считаю, что мы очень много полезного сделали для Республики Молдова, поэтому мы и пошли в правительство. Этот парламент сейчас, в том виде, каком он есть, представляет волю народа? Этот парламент, исключая партию про Молдова или группу про Молдова, представляет волю народа. Вы задали срочные выборы или нет? Я не вижу другого выхода из создавшейся политической ситуации на сегодняшний день. Тем более, я считаю, что это будет правильным шагом для того, чтобы остановить тот беспредел, который начинает или набирает, или набрал уже обороты в парламенте. В то же время, это не является хорошо для страны в целом, потому что, во всяком случае, нужно сильнее уважать своих избирателей. Человек приходит и голосует, и отправляет партии, людей, депутатов в парламент. И вот они свое волеизъявление уже изложили. Вот будьте добры, вы там в парламенте обеспечьте нам в течение четырех лет развитие этой страны, повышение заработной платы, повышение пенсии. Но не все смотрят на эту ответственность правильно. Правильно ли я понимаю, что вот этот метод взять ответственность на себя на самом деле был вызван не тем, что у вас просто не было больше большинства в 51 голос, а открытым вызовом уже оппозиционным партиям, что либо вы больше не говорите и хотите отправить правительство в отставку, отправляйте, либо вы слушаете то, что приняло правительство на себя, этот законопроект, и оно остается и работает дальше. Смотрите, я был в той ситуации, когда правительство брало на себя ответственность за ряд законов. Есть очень много, так скажем, элементов, которые тебя заставляют это делать. Тогда, когда ты хочешь, чтобы этот закон вступил быстрее в силу. Первое, это путь, который сокращает время вступления в силу закона. Второе, когда у тебя нет уверенности, что этот закон будет поддержан в парламенте, тогда ты выбираешь вот этот крайний путь. Но ты считаешь, что это очень важно для страны, и тогда пускай на себя уже ответственность берет парламент. Либо отправляет правительство в отставку, либо не отправляет правительство в отставку, и закон входит в силу. Еще раз повторяю, то, что происходит сейчас, вот мы уже две попытки сделали в парламенте, это результат решения Конституционного суда. Это вообще абсурд, потому что Конституции предоставляется этот инструмент от правительства, и он находится, мы его находим в Конституции, и тот же Конституционный суд забрал этот инструмент у правительства. Поэтому в любом случае либо нужно будет изменить Конституцию, либо Конституционный суд в будущем должен будет пересмотреть. Потому что, ну, почему говорю, что абсурд? То есть, понимаете, в чем сейчас загвоздка? В том, чтобы премьер-министр пришел в парламенте и в течение там трех минут зачитал с трибуны парламента. Как будто сегодня есть кто-то в стране, который не знает, что правительство взяло на себя ответственность. Но вот именно должна быть вот эта процедура, которая лишена абсолютной логики. Понимаете? Я не знаю, слышали вы или нет, но, по-моему, месяца полтора-два назад я общалась в своей той же программе с Александром Танаси, который был председателем Конституционного суда. И он произнес вот такую фразу, что на самом деле за последние, ну, минимум лет десять, правильно, по-настоящему, как это прописано в Конституции, использовал только один раз этот инструмент взятия ответственности на себя правительство Майя Санду. Все остальные слегка подгоняли его под свои политические нужды. Я так понимаю, учитывая, что только один раз он считает, только Майя Санду правильно стопроцентно использовала этот инструмент. Я, например, я не юрист и не судья Конституционного суда, тем более, но я не вижу сейчас особых оснований. Единственное, что надо очень быстро поменять. Вот это единственное особое основание. Потому что я понимаю, что это все должно было пройти через парламентские комиссии, каждый должен был выйти со своими предложениями, потом заседание парламента, где нужно было объяснять, почему сюда, а не сюда, и для чего нужно это. И не хотели, чтобы был дополнительный пиар другим сейчас. Выборы у нас, мы помним, в ноябре, из-за чего очень много делаем таких акций. Заключительный вопрос. Когда ТПМ объявят, что вы их кандидат на президент? Тогда, когда будет принято такое решение, еще раз говорю, у Демпартии обязательно будет кандидат. Мы это уже обсуждали со всеми нашими районными организациями. Кто будет этот кандидат, мы примем это решение на национальном совете. До тех пор, то есть я не вправе говорить об одном или другом, потому что должен каждый высказаться. Это не громкие слова на сегодняшний день. Мы помним ваше 7-часовое заседание, где каждый высказался. За 7 часов точно все успевают высказаться. В том числе раньше не столько не говорили в Демпартии. Поэтому я рассматриваю это как плюс. Но господин Дьяков сказал, что он считает логичным, чтобы председатель партии пошел кандидатом в президенты. Хотя я помню, что я намекнула ему, что было бы интересно посмотреть и его участие в гонке. Вы готовы пойти к кандидатам в президенты? Мы одна команда в Демпартии сейчас. И мы всегда рассматриваем, считаем, как выгоднее для партии в целом. Я хочу вас заверить, что мы обязательно проанализируем абсолютно все возможные варианты, которые максимально принесут пользу Демократической партии. Вы мне говорили о том, что вы общались с господином Плохотнюком только по телефону. Потом как-то вам показывали скрины билетов, и вы признали, что вы летали в Майами и в Вашингтон. Обсуждать, точно ли он закончил с молдавской политикой, можно ли принимать руководство Демократической партии. Скажите сейчас мне честно. А если бы он вам сказал тогда, что нет, душа болит по Молдовии, вы бы отказались возглавить партию на съезде? Ну, во-первых, вот этот случай еще раз показывает истинное лицо вот этих людей, в том числе господина Канду. Я в самом деле, меня спрашивали, я не встречался, потому что господин Плохотнюк, господин Канду, который занимался организацией вот той поездки, ни за что, пожалуйста, никто не должен знать. Купили билеты, его билет был через Вену, по-моему, мой билет через Франкфурт, два раздельных билета, чтобы никто с этим не связывал. Пришли в какую-то гостиницу, потом в какой-то ресторан, в какой-то дворик, чтобы никто не видел, не фотографировал. Слушайте, я человек, меня просили, никто не должен об этом знать, для того, чтобы не создавать какие-то определенные проблемы. Я выдержал свое слово, для того, чтобы потом увидеть этих же людей, которые просили, что вот выдают это за большую сенсацию. Мы обсуждали тогда, потому что я должен был понять для себя, вот я был премьер-министром, я был каким-то образом эманацией демократической партии, та, которая меня направила в правительство. Поэтому я ничего такого плохого не видел в том, что у нас были заседания внутри партии, принимались какие-то решения, совместно мы воплощали эти решения. Но этот шаг, который я сделал потом, возглавляя Демпартию, то есть я должен был убедиться в том, что все, ответственность уже ложится на меня. То есть нет другой партии, там какое-то общее решение, общая ответственность. И я не мог допустить, что вот хорошо, я иду, там люди за меня голосуют, а кто-то другой или кто-то другие будут давать какие-то указания или принимать какие-то решения. Вот вокруг этого и состоялся весь разговор. Вот я вас спросила о том, что если бы он тогда вам сказал, что у него все равно еще есть счеты политические и в Молдове, вы бы приняли то же самое решение прийти на СССР и разглавить? Я бы, наверное, подумал. Я не знаю, какое решение бы я принял, но тогда меня полностью заверили, что нет абсолютно никакого интереса заниматься дальше партийной работой и нет абсолютно никакого интереса вернуться в молдавскую политику. Понятно. Спасибо. Спасибо за то, что вы сегодня ответили на мои вопросы. Спасибо. Полтора часа в эфире мы пролетели очень быстро. В нашем телезрителе я разговариваю с председателем Демократической партии Павлом Филиппом. Как будут развиваться политические события, мы с вами будем уже обсуждать наши телезрители в понедельник. Еще раз благодарю вас, господин Филипп. Спасибо. Я всем желаю хороших выходных и всем здоровья. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова